Налагаю на себя ношу. Отец завещал после смерти продолжать его дело. Эту своеобразную клятву 23-летний Альберт Юльевич Сурков сделал сразу же после кончины своего родителя, архангельского купца, прусского подданного Юлия Карловича. Это было в октябре 1871 года. Альберт Юльевич родился 23 марта 1848 года в семье аптекаря на западе Российской империи. До 1875 года он считался прусским подданным. Их предки являлись русскими людьми, уроженцами Московской губернии. По семейным преданиям прадед предпринимателя, будучи генералом российской армии, был откомандирован ко двору прусского короля, женился на немке и остался в Пруссии. Однако его потомки сравнительно быстро возвратились в Россию. В 60-е годы Юлий Сурков, отец будущего купца, оказался в Архангельске и занялся коммерцией. Образование Альберт Сурков получил в Рижской гимназии, а в 1867 году он окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию и получил диплом аптекарского помощника. Альберт Юлиевич, так и не приступив к работе фармаколога, начал помогать отцу. В течение более трех лет он накопил немалый опыт в бизнесе. Его отец умер внезапно. 23-летний Альберт Юлиевич получил в качестве наследства немалый по тому времени первоначальный капитал. Начиная свою собственную кассовую книгу, он сделал первую запись, согласно которой в октябре 1871 года в его ведении имелось наличного капитала 13 431 рубль 85 копеек, в том числе 2046 рублей денег и 10 тысяч на счете в банке, а также небольшие долги клиентов. Кроме того, в собственность Цуркова-младшего перешли коптильня, лавки, склады с товарами, в Архангельске и Великом Устюге, кузница, три дома в губернском центре. Общая сумма всех средств, включая стоимость недвижимого имущества, составляла выше 40 тысяч рублей. Несколько лет Альберт Цурков занимался торговлей самыми ходовыми товарами – мясом, пухом, солью, мукой, рыбой, копченными оленьями языками, зеленым луком, тесом, вином, домкратами, швейными машинами и другими товарами. Торговые сделки купца становились все крупнее. Он продавал уже тысячи пудов мяса, муки и многих других товаров. Создается впечатление, что Цурков тщательно искал пути наиболее выгодного приложения своих сил и капитала. В 1872 и 1873 годах он купил с этой целью шхуну святой Иоанн и ладью святой Яков, занялся перевозкой различных грузов. В 1875 году 27-летний бизнесмен, стремясь воспользоваться льготами, которые предоставлялись русским купцам, принял российское подданство. В соответствии с правилами того времени Цурков дал подписку о том, что он к сектам скопцов, духоборцев, молокан, иудействующих и других признанных особенно вредными не состоит. В начале 70-х он стал сначала временным, а затем после вступления в русское подданство, архангельским, купцом второй, а немного позднее и первой гильдии. Во все времена в России вино и водка были самыми ходовыми товарами, позволявшими извлекать владельцам винокуренных заведений баснословные прибыли. Так приращивал свои доходы и Альберт Цурков. В начале 70-х годов он был всего-навсего владельцем мелочной лавки, но затем один за другим он построил в 1876 году водочный, в 77-м деревоперегонный, в 79-м пивоваренный, а в 1881-м винокуренный и лесопильный заводы. Позднее появились еще три лесопильных и кирпичный заводы, а также целлюлозно-бумажная фабрика в Вологодской губернии. Повышению общественного статуса Цуркова в городе в немалой степени помогла женитьба. В 1878 году избранницей 30-летнего Альберта Юльевича стала Лидия Ивановна Шергольд. Она была дочерью служащего торгового дома Кларк-сыновья, исполнявшего обязанности бельгийского и английского консула в Архангельске Ивана Егоровича Шергольда. Благодаря этому браку молодой человек вошел в высший круг архангельского коммерческого мира. После смерти своего тестя в 1879 году Альберт Юльевич стал обладателем и распорядителем капитала двух уже весьма состоятельных к тому времени семейств. У Шергольда-старшего осталось пять детей. Без малого 40 лет Сурков и Шергольд вместе решали многие крупные проблемы совместного бизнеса. При этом Альберт Юльевич во все времена играл первую скрипку в этом производственном дуэте. 26 марта 1881 года Альберт Сурков и Егор Шергольд известили городскую управу о том, что ими учреждено полное товарищество для производства винокурения под фирмой Сурков и Шергольд. В момент создания своего пока еще винокуренного товарищества Сурков и Шергольд обратили свой взор к набиравшей темп становления лесопильной промышленности Севера. Уже в момент запуска винокуренного завода появилась однорамная лесопильная установка. Первоначальный замысел был предельно прост и по-хозяйски расчетлив – распиливать наиболее добротную часть бревен, поступавших в качестве топлива, для совершения процесса производства водки. Основательная работа на Сурковской лесопилке началась 1 января 1885 года. В середине декабря 1884 купцы известили городскую управу и архангельскую контору Государственного банка. Рядом с винокуренным заводом мы устроили лесопильный завод. И с 1885 года начинаем распиловку всех родов леса и отправку его за границу по той же фирмею Сурков и Шергольд. Между тем, с 1888 года Сурков стал владельцем второго лесозавода, а с 89-го уже трех подобных предприятий. Причем архангельский завод стал к тому времени десятирамным, а в Кемском уезде появились пяти- и двухрамное заведение. После ряда преобразований бизнесмены 12 февраля 1904 года утвердили устав Северного лесопромышленного товарищества Сурков и Шергольд. Еще одна заслуга Альберта Суркова состояла в том, что он одним из первых в России соорудил на Севере крупный целлюлозный завод. Первая попытка устроить паровой завод по переработке древесины в древесную массу для производства пищи бумаги была предпринята в 1884. Не получилось, но Сурков не сдался, и в 1897 году он учредил в Архангельске Северное общество целлюлозного и пищебумажного производства. Фирма создавалась для устройства в Вологодской губернии фабрики для производства химическими и механическими способами древесной массы и изделий из нее, а также торговли предметами производства. Позднее предприятие называли «Сокол» по деревне Вологодской губернии. Это было уже крупное акционерное общество. 9 мая 1897 года был заложен первый камень фундамента здания целлюлозного производства. Под руководством бельгийских специалистов фабрика строилась быстро, и уже в декабре 1899 года стали работать первая бумагоделательная машина производительностью около 10 тонн бумаги в сутки и 6 варочных котлов. В 1903 году установлена вторая бумагоделательная машина и пущена турбина мощностью 500 кВт. С этой фабрики началась история города Сокола в Вологодской области. В 1903 году после окончания Киевского политехнического института на фабрику приехал сын Альберта Суркова, Арно Альбертович. В 1914 году он стал распорядительным директором. Под его руководством предприятия и рабочий поселок быстро развивались. На фабрике среднее число рабочих с 1910 по 1912 год возросло с 856 до 1030 человек. Доходы выросли в полтора раза. Рабочая сила прежде всего была из жителей многочисленных близлежащих деревень. Нанимались на работу из дальних деревень, из других властей и уездов. Приезжали специалисты из других городов. На фабрике строились общежития, бараки для сезонников. И естественно, в первую очередь, собственные хозяйские дома для инженерно-технических работников. Принятые меры позволили быстро наращивать темпы производства. Фабрика вскоре стала ежегодно выпускать 700 тысяч пудов целлюлозы и около 100 тысяч бумаги. Это было третье место в России по размеру выпускаемой продукции. В начале 20 века Альберт Юльевич Сурков был не только известным предпринимателем, но и видным общественным деятелем. Он дважды избирался в городскую думу. Был почетным мировым судьей по Архангельской губернии. За успешную деятельность он имел высокие награды. Две золотых медали на Анинской и Станиславской лентах, одну серебряную в петлице. За содействие арктической экспедиции профессора Беркеланда он получил норвежский орден святого Олафа. Таковы некоторые данные о жизни одного из самых известных архангельских купцов. Почти за полвека своей деятельности на русском севере он проявил незаурядные организаторские способности и огромную энергию, сумев добиться выдающихся успехов. С началом Первой мировой войны в Архангельске стали распространяться антинемецкие настроения. Немцев, не имеющих российского гражданства, депортировали из города. На пивном заводе Суркова провели обыск и, обнаружив подозрительные провода, обвинили владельцев в установке подпольной радиостанции для передачи сигналов немецким судам. Обыск был проведен и в доме самого Альберта Юльевича. В 1914 году он продал лесозавод на Шестой версте удельному ведомству и уехал из Архангельска в Вологодскую губернию, туда, где находился его целлюлозный завод. Затем он переехал в Петроград. Скончался Альберт Юльевич в 1917 году от воспаления легких. Наследник весьма скромного по своим масштабам дела с честью сдержал свое слово. В конце XIX – начале XX веков ни один предприниматель русского севера не мог сравниться по размаху торговых оборотов и количеству созданных промышленных заведений с архангельским кумбцом первой гильдии Альбертом Юльевичем Сурковым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok